К эфиру на телеканале Freedom присоединяется военный эксперт Владислав Селезнев. Добрый вечер, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер и слава Украине. Героям слава. Владислав, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на границе с Беларусью возможны какие-либо провокации, но регулярных войск России на территории Беларуси, по крайней мере, вблизи украинской границы, уже нет, все брошены на Купинское направление. Как вы оцениваете это заявление и какова сейчас ситуация на этом направлении? Коллеги, я предлагаю начать с того, чтобы определить уровень компетенции генерала Наева. Он, являясь командующим объединенными силами, занимается вместе с своим штабом организации охраны и обороны именно северной части нашей страны, тех областей, которые граничиваются с Республикой Беларусь. Речь идет про Волынскую, Робинскую, Житомирскую и, соответственно, Киевскую область. Он достаточно информированный офицер, генерал, соответственно, четко понимает про ситуацию на территории Республики Беларусь, ведь именно оттуда может происходить опасность для Украины. Что касаемо ситуации, если на территории Республики Беларусь российские войска, то заявление генерала Наева возражает белорусские партизаны, про белорусские говины утверждают, что все-таки россияне на территории Беларуси есть. Возможно, это инструкторы, возможно, еще это ошметки той самой частной военной компании «Вагдар», но тем не менее. Я достаточно аккуратно оцениваю такого рода заявления, потому как они противоречат один другому. Мы думаем, что необходимо поработать с информацией, дабы совершенно чутко определить, имеет ли место быть российская оккупационная армия на территории Республики Беларусь или нет. Но опять же мы помним, что сентябрь, буквально, послезавтра вступает в свои права, он ознаменуется целым рядом учений с участием представителей вооруженных сил государств ОДКБ, причем там целый ряд учений должен будет состоять, поэтому, соответственно, определенные движения, маневры в самой Беларуси будут. Будут ли эти маневры направлены на территорию нашей стороны, думаю, что нет. Но в любом случае повод держать порох сухим на нашей северной границе всегда остается актуальным, ведь несмотря на заявление самопроволошенного президента Республики Беларусь, что никогда в территории Беларуси не будет угрозы в сторону Украины, мы все с вами хорошо помним события февраля-марта минувшего года, когда через территорию, через белорусско-украинскую границу шли танковые колонны с российскими военнослужащими, поэтому доверять ни Лукашенко, ни правительству Беларуси не следует. Именно поэтому, я думаю, что генерал Наев очень внимательно отслеживает ситуацию на этом участке фронта, и, да, именно фронта, тысячу километров госграницы между Беларусью и Украиной, это тоже наша линия фронта. И думаю, что наша Сила обороны, которая выполняет задачи на этом участке фронта, находится в полной боевой готовности и в случае необходимости будет действовать на отражение любых параллокаций со стороны северного соседа. Я вот хочу озвучить некоторую информацию. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на таврическом направлении, об этом сообщают в Объединенном пресс-центре Силы обороны в таврическом направлении. Всего буквально за сутки произошло 19 боестолкновений, а Силы обороны Украины выполнили более 1200 огневых задач, уничтожили два склада боеприпасов россиян и 23 единицы военной техники, в том числе один танк и шесть боевых бронированных машин. Безусловно, что касается контрнаступления, мы говорим достаточно осторожно, но вместе с тем хотелось бы для зрителей, которые хотят знать больше о том, что происходит на фронте, просто оценка эксперта, что такое значат для российской армии те потери, которые я только что назвала. Более 1200 огневых задач, то есть это два склада боеприпаса, 23 единицы военной техники, танк уничтожили. Насколько это действительно ощутимые потери для нашего противника, если говорить вот за такой срок? Безусловно, выполнение такого количества огневых задач обуславливается тем, что интенсивность боевых действий происходит весьма-весьма на высоком уровне. Наше подразделение, штурмовое подразделение, постоянно атакует противника, противник оказывает сопротивление, использует для отражения наших атак, не только свою артиллерию, но и авиацию, и безусловно, для того, чтобы душить и уничтожать вражеские огневые силы и средства, нам необходимо активно и эффективно работать над тем, чтобы превращать вражеские артильские орудия в пепел. Если мы с вами обратим внимание на свои же утренние сводки от украинского генерального штаба, то они как минимум будут поражать наше воображение не только количеством уничтоженных российских солдат, но и количеством уничтоженной вражеской бронетехники и вооружений. Все это делается вполне осознательно для того, чтобы максимально ослабить боевые возможности российской оккупационной армии. Но ведь очевидно, если российские пушки будут превращены в пепел, врагу не будет чем вести огонь по нашим наступающим подразделениям. Перед началом украинского наступления в начале июня сего года наша разведка заявляла о том, что враг сосредоточил на юге Запорожской и на юге Донецкой области порядка тысячи стволов ствольной реактивной артиллерии. Это очень большой комплект сил и средств именно в части огневого воздействия. Но за этот период времени, практически 90 дней, немалая часть тех самых артиллерийских систем были уничтожены. Да, противник еще имеет возможность подтягивать оперативные резервы. Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что с Луганского направления перемещается подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, той самой псковской, самой знаменитой дивизии вооруженных сил Российской Федерации. А отправляет их на Токмакское направление для усиления боевых возможностей той группировки российской армии, которая противодействует украинскому наступлению там. В любом случае, активность нашей артиллерии, она дает те самые результаты. Мы имеем возможность системно и методично ослаблять боевой потенциал путинской армии, но говорить о том, что буквально завтра все кардинально изменится, и мы уничтожим последнюю вражескую пушку, я думаю, не следует. В протяжении, к сожалению, еще имеет ресурсы, работает его оборонная промышленность, и, соответственно, и артиллерийские орудия, и боеприпасы к ним враг все еще имеет возможность поставлять. Но это, опять же, дает соответствующие возможности для украинской артиллерии. Ведь не просто так мы используем высокоточные эффективные орудия, которые мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества от наших западных партнеров. Мы еще по праву гордимся тем, что наши артиллеристы являются лучшими специалистами на просторах бывшего Советского Союза. Свой класс, свой профессионализм они неоднократно доводили и в рамках контрпатарейной борьбы, и в рамках артиллерийских дуэлей. Владислав, уж, коль мы заговорили о псковских десантниках, я не могу не пропустить информацию о ударе в неизвестных беспилотников ночному по Пскову, где были повреждены Ил-76. Оцените эффективность этой операции, что там базировалось, что это за самолеты Ил-76. А, коллега, первое, чего бы хотелось бы начать, очень много, так называемого, белого шума и информационной пыли, которая несколько размывает и результаты боевого применения добрых беспилотников, и, собственно говоря, какие силы и средства для того используются. В принципе, я думаю, что имеет смысл ориентироваться на заявление представителя украинского главного управления разведки Андрея Юсова. Он сказал, что четыре самолета повреждены, то есть выведены из строя, и, соответственно, еще несколько не получили повреждений. Стоимость каждого Ил-76 составляет порядка 80 миллионов долларов. Несложно на калькуляторе умножить эти цифры, чтобы оценить уровень российских потерь. Ключевое. Аэродром в Пскове, он как раз и действовал в интересах той самой 76-й воздушно-десантной дивизии, которую мы знаем под названием Псковская. Соответственно, российские десантники, потеряв часть авиационного парка, уже не настолько мобильной, не способной оперативно перебрасывать свои резервы и ресурсы. Плюс, Бавовна пришла в гости не только на военный аэродром вблизи Псково, но в том числе на территории второй бригады Главного разведывательного управления Российской Федерации. Теперь это называется Главное управление. Фактически это российский военный спецназ, элита. Из элит российской армии, собственно говоря, взрывы произошли. И что, как по мне, является очень характерным в этом процессе. Ведь если однажды наши БПЛА и БПЛА неизвестно добрых людей прилетели на территорию Псковской области, преодолев расстояние, думаю, не менее 800 километров, то что им мешает во второй раз и в третий раз в ночь заявиться туда, дабы закончить, над считая своими предшественниками, дело. Ведь самолеты у россиян есть, и в принципе все эти самолеты являются законными целями для украинских сил обороны. Об этом постоянно говорит генерал Валерий Заложный. Единственное в этом процессе, мы свято придерживаемся тех норм, правил обязательно взятых в рамках нашей коммуникации с западными партнерами. Мы не используем вооружение, которое они нам поставляют для нанесения ударов по территории Российской Федерации. А вот ту технику, то оборудование, то вооружение, которое производит национальный производитель, мы имеем полное право использовать. Ведь враг должен понимать, что войну, которую он развязал в феврале 2014 года, вот эта война пришла на территорию Российской Федерации, пришла в города России, в дома, в квартиры, в семьи россиян. И нужно совершенно чутко понимать россиянам, что тот, кто посеял ветер, тот пожнет бурю. В этом контексте, я займу ваше внимание, Путина есть с чего нервничать и волноваться. По факту 10 сентября должны состояться выборы в законодательные собрания разных уровней и, соответственно, разных регионов. К этому времени Путину желательно бы заявить о каких-либо победах в рамках СМО. И, безусловно, в этом случае не допустить сообщения о каких-то негативных событиях, связанных с Российской армией и ее действиями на территорию нашей страны. Есть ли такие шансы и возможности у Путина? Я имею весьма серьезный скепсис по одной, но очевидной причине. Украинские силы обороны этот счет имеют свой план, свои идеи, реализуют свои действия таким образом, чтобы реализовывать тут сейчас три очень важных аспекта. Первый аспект. Уничтожать вражескую технику, вражеский личный состав в огромных количествах, тем самым формируют поле будущей битвы. Далее освобождать наши территории. Безусловно, этот процесс сложен, но, тем не менее, он движется не только на регион нашей страны, но и на восточном фасе Российского и Украинского фронта. И третий, не менее важный, а возможно даже ключевой элемент этого процесса, это сохранение жизни и здоровья наших воинов. Ведь очевидно, что армию в этом противостоянии мы потерять не можем, ведь есть украинская армия, значит есть украинское государство. Да, вот, кстати, по поводу псевдовыборов, которые запланированы на 10 сентября, я хотела бы с вами более детально это обсудить, потому что мы же знаем, что в России очень любят даты, и если даже их нет, то создавать для того, чтобы к ним привязаться, для того, чтобы так или иначе любое событие, даже нападение на соседнюю страну для своей внутренней аудитории превратить в нечто сакральное и в то, что имеет смысл. Так вот, эти псевдовыборы 10 сентября, как вы считаете, стоит ли ожидать некоторых провокаций со стороны нашего противника, либо же наоборот, для них важно сосредоточиться на этих самых псевдовыборах, потому что они уже там немало усилий предпринимают, хотя бы агитаторов каких-то на автобусах завозят. То есть какая-то работа там уже продолжается над этим мероприятием. Коллеги, мы, я думаю, должны с вами учитывать важный, мы с вами даже ключевой фактор. Войну, которую в 2014 году развязала Российская Федерация, причем ничем не обоснованную в отношении нашей суверенной страны, мы не напрасно называем гибридной. Там задействованы разные рычаги его влияния на нашу страну. Военный фактор, экономический фактор, информационный фактор. И по факту информационная война, она не прекращается ни на мгновение, и думаю, она началась много раньше, даже в феврале 2014 года. Поэтому в этом контексте и деятельность российской пропагандистской машины, и участие в этих процессах, в том числе высших должностных лиц, самой Российской Федерации, она обусловлена тем, чтобы посеять смуту в нашей стране, здесь обманывать жителей нашего государства и создавать все предпосылки, условия для того, чтобы деструктивно, дестабилизирующие процессы в нашем государстве, чем ярче и чем больше происходило. Поэтому мы с вами должны понимать следующее. Обращать внимание на российские заявления и заявления российских чиновников, наверное, не следует. А вот внимательно отслеживать действия тех или иных должностных лиц, дабы реализовать определенный план противодействия, я думаю, это будет наиболее оптимальный рациональный вариант. Не думаю, что нам следует привязываться к определенным датам и событиям. Процесс информационного противостояния происходит ежеминутно, даже ежесекундно. Враг постоянно ищет всякие поводы и возможности для того, чтобы создать нам сложности и, собственно говоря, для этого использует в том числе и наши ошибки. В любом случае, война продолжается, мы должны абсолютно четко понимать, что враг, который нам противостоит, он серьезен, он имеет силы, средства, знания и способности, а также возможность к трансформации, к обучению. Поэтому война продолжается, она ни сегодня, ни завтра не закончится. Поэтому всем нам необходимо держаться рядом и ввести в том числе ту самую информационную борьбу с противником, которая не оставляет своих усилий реализовать главный план Путина, уничтожить Украину как государство, а украинцев как составляющий народов мира. Владислав, давайте еще коснемся одной новости. Последние дни это установленный украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Давайте не будем сейчас обсуждать тонкости этой операции, а поговорим о важности этого плацдарма на левобережье Днепра в качестве, я бы сказал, элемента тревожности для командования российской армии в плане удержания резервов, которые могли бы быть брошены туда же, допустим, в район Токмака. Вчера общался со своими друзьями, которые живут уже много лет в оккупации, и в Паторе, и первый вопрос, который они мне задали, Влад, а когда украинская армия уже придет в Крым, когда украинская армия освободит нас от российской оккупации? На территории Крыма, ровно как и на территории иных регионов нашей страны, которые находятся под российской оккупацией, проживает огромное количество наших сограждан. Абсолютно большинство из них ждет возвращения Украины, ждет возвращения украинских сил обороны. И в этом контексте такого рода информационные силовые акции, а ведь они произошли не только на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Дачи, такая же информационно-силовая акция была проведена на мысли Тарханхуд, это западная конечность временно оккупированного Крыма. Это то, что дает надежду. Надежду в том самом темном царстве, хаоса, неверия, стукачество и весьма-весьма серьезные деструктивные процессы. Ведь и пропагандистская машина, и местный гаулятер делают все возможное, и это даже не возможно, чтобы выдавить, выжить буквально все украинское, в душах, в мыслях жителей временно оккупированных территорий. Поэтому, безусловно, то, что делают наши воины, это весьма знаково и весьма важно. Да, безусловно, фактор уничтожения вражеской инфраструктуры, как на территории Крыма и Севастополя, так и на территории иных регионов нашей страны, которые находятся в повременной российской оккупации, это очень важно. Тем самым мы ослабляем боевой потенциал путинской армии. Но реализация таких планов и акций, связанных с подъемом, флага, с распространения листовок, вызваний, каких-то специфических символов, типа желтой или голубой ленты в Крыму, такое движение достаточно широко движется. Сбор, соответствующая информационная информация по действиям вражеских сил и средств, все это объединяет, все это дает нам возможность верить в то, что скоро освобождение не только Крыма и Севастополя, но иных районов нашей страны обязательно случится. Я бы хотел еще поговорить, какой ценой дается нашим солдатам приближение к Крыму, к Азову. Вот такой цитаты. «Освобождение Работянов в Запорожской области стало возможным благодаря одной группе подразделения вооруженных сил Украины, которая состояла из 31 бойца». Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебан на конференции послов Франции. Давайте послушаем. За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по 6 мин. Наконец, подразделение достигло полосы деревьев, которые разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово – посадка. Именно в этих незаметных на картах посадках происходят величайшие трагедии и героизм войны. Фактически, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его освобождение после нескольких штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, в конце концов, Мелитополь и границу с Крымом. Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины. Так вот, после слов нашего главы МИДа, что бы вы сказали тем, кто говорит, что наше наступление медленно продвигается? Я бы рекомендовал ни словом, ни делом ускорить процесс. Собственно говоря, территориальные центры комплектования, социальной поддержки постоянно работают. И всех желающих, всех добровольцев, они радостно будут принимать, отправлять в учебные центры, готовить, обеспечить всем необходимым униформам, вооружениям. И они готовы отправлять на фронт всех тех, кто не только словным делом готов поддержать действия украинской армии именно в рядах украинских сил обороны. Но пустословие – это удел слабых. Поэтому я думаю, что мы совершенно четко должны понимать. Наше уважение, наше восхищение, наша поддержка нынешних воинов, которые с оружием в руках защищают нашу страну. Собственно говоря, боевые действия идут от февраля 2014 года. Безусловно, наши воины заслуживают на то поддержку, на то уважение, на то почитание. Ведь очевидно, что каждый из воинов, которые на настоящее время выполняют новые задачи, ежеминутно, ежесекундно рискуют жизнью, жизнью, которая является наивысшей ценностью у каждого человека. В таких условиях действия этих самых воинов, которые с риском для жизни выполняют боевые задачи в районе работы, они заслуживают особого уважения и почитания. Но дело в том, что 1450 километров линии боевых столкновений нет ни единого метра этой линии боевых столкновений, где было бы тихо спокойно и безопасно. Такую же тяжелую, но очень важную боевую работу выполняет подразделение Украинской силы обороны, которое в настоящее время держит несколько взорвов на левом берегу Днепра, на юге Херсонской области. Также мужественно ведут оборонительные бои на Купинском и Лиманском направления части подразделения Украинских сил обороны. Не менее сложная ситуация в районе Маринки и Авдеевки. И пусть эти населенные пункты в последнее время не так часто появляются в информационных сводках на Тюнемиде, и там бои продолжаются. Нет еще раз, я повторю, ни единого метра линии боевых столкновений, либо бы тихо, спокойно и безопасно. И все это вытягивается, выносит на плечах украинских воинов из состава Украинских сил обороны. Именно они шаг за шагом пробежают нашу страну, такой желанной и такой тяжелой победе. Владислав, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой важной темы. Напомню зрителям, что с нами на связи был Владислав Селезнев, военный эксперт.